Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! С вами передача Академии на грядках и наш замечательный педагог Елена Сергеевна Целютина, руководитель клуба Академии на грядках Дворца культуры «Нефтехимик». Здравствуйте, уважаемая Людмила Васильевна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Давайте сегодня поговорим еще раз о картофеле, ведь это наш второй хлеб. Это и сибиряки так говорят, и вообще в народе говорится, картофель – второй хлеб. И вот вы в одной из передач говорили, что в этом году этот год урожайный для картошки, но почему-то он не для всех стал урожайным. И вот говорят, во многом причина этого – золотистая нематода. Что это такое? Расскажите об этом поподробнее. Людмила Васильевна, ну о чем я прежде всего хочу сказать, что в этом году, но это не в этом году, мы в прошлом году несколько лет подряд проводим анализ почвы на золотистую нематоду. И что меня вот в этом году удивило, несколько дней тому назад мне пришли списки по анализу на золотистую нематоду. В августе больше ста наших садоводов-любителей сдали почву на присутствие золотистой нематоды в почве, и результаты очень-очень плохие. Было 120 образцов, пока анализ пришел на 50 образцов, вот эти все результаты анализа тех, кто сдавали, находятся у меня, их можно будет потом ко мне подойти на занятиях по субботам в клуб Академия на грядках, я могу сказать, у кого какая почва, но из 50 образцов 75% зараженной золотистой нематодой. Вот это очень и очень неприятно. Елена Сергеевна, а почему не все сделали? Это сложные анализы, да? Ну просто, да, это анализ длительный. Его, конечно, буквально через неделю-две нам сделают, передадут. И я думаю, что там тоже будет картина не совсем хорошая. Но ведь процент большой. Очень большой процент. Вы представляете, 75% зараженной золотистой нематодой. Да, конечно, я понимаю о том, что в основном сдавали те, которые чувствовали, что... Непорядок у них. Да, что картофель просто плохо растет, что есть там какие-то те или другие неприятности. Поэтому вот такие у нас результаты. А что значит золотистая нематода? Да, вот расскажите. Золотистая нематода – это такой вредитель, который находится на картофеле, на посленовых. Но больше всего поражается, конечно, картошка у нас. А помидоры тоже могут поражаться? Помидоры могут. Могут быть и баклажаны, и перцы. Это семейство посленовых. Но больше всего поражается картофель. Это такой вредитель, очень маленький. Рассмотреть его очень и очень сложно. То есть глазами не увидишь, да? Можно, конечно, определить. Ну, зная, что это такое, наверное. Но можно определить, когда, допустим, у нас появляются всходы. Вот появляются всходы, и чувствуется, что слабо растет. Появляется 2-3 всего слабеньких побега, которые впоследствии могут и засохнуть. Но чаще всего, как бывает, допустим, очень хорошо растет картофель. Растения здоровые, красивые, нормальные. А из них есть примерно 2-3 растения вот таких вот слабые. И мы на них не обращаем внимания. Вот как раз на это и надо обратить внимание. Это и начало развития золотистой нематоды. Она же распространяется чем? Она из почвы можно занести. Но чаще всего, конечно, ее заносят с картофелем. Ведь как вот... То есть клубни картофеля, которые посадили. Клубни картофеля. Ведь на выставках смотришь, такую красивую картошку продают. Все это простая продовольственная картошка, которую нельзя покупать. А она может быть зараженная. Она может быть зараженная. И мы сами приобретаем вот этот вот картофель, вот этого вредителя. И размножаем его на своих участках. Елена Сергеевна, а если хорошо промыть картофель или как-то обработать тщательно? Нормально. Вот это тогда не будет нематодой? Да, есть уже заведомо... То есть вот такой способ профилактика. Профилактика. Самое главное же, что золотистая нематода, она находится на почве. Вот, допустим, картошка, капелька земли. И в ней уже может быть вот эти вот цисты золотистой нематоды. Поэтому если хорошо щеточкой отмыть, да еще продезинфицировать... И в марганцовке там подержать, или в чем лучше? Ну, лучше всего, вот я сейчас вот расскажу немножечко. Позже, наверное, этот вопрос задают многие. Если уж... Конечно, знать, как спасаться от этого. Как, вот что сделать, если все-таки золотистая нематода появилась на наших участках. Какую делать профилактику? И вот самая главная профилактика – это сейчас куриный помет. Да, чувствуется, конечно, что куриный помет завозят многие, потому что иногда дышать совершенно нечем на участках. Может быть, в таких количествах его и не надо. Но, чтобы знать, какое количество... На сотку, да, да. 300 килограмм на сотку. Вот так рассчитать, да? Да, надо рассчитать 300 килограмм на сотку и перепахать. Ну, это осенью тоже заносится. Или в крайнем случае можно везать? Лучше всего, конечно, это занести, завести осенью. Осенью же, если уж завезли, не надо на поверхность разбрасывать и не перепахивать. Во-первых, когда на поверхности лежит, часть свойств уже теряется. Если уж вы завезли, значит, обязательно надо перепахать. И те цисты, которые находятся в почве, они погибнут. Они погибнут. Поэтому вот это вот надо сделать с осени. Ну, а если не успели весной? А если уж не успели, не успели. Ничего страшного можно сделать и весной. Ну, задолго до посадки картошки лучше, да? Ну, конечно, недельки за две до посадки картофеля. Как можно еще картоши, вот клубни картофеля, выпустим, когда мы озеленяем клубни картофеля, посадочный материал, то тоже убивается золотистая нематода, поэтому надо прозеленить. То есть, подержать на свету, да? Вот какое-то время. Теперь можно, это один из приемов, это обработать в растворе мочевины. Азот. Да, приготовить именно мочевина. Мочевина, да? Никакое, не другое. Ну, это азот. Азотное удобрение, а именно мочевина. Поэтому можно приготовить раствор мочевины 100 грамм на 10 литров воды. То есть, на ведро, на большое. И в этом растворе можно промыть. Но золотистая нематода и губительна именно мочевиной. Поэтому для того, чтобы избавиться от золотистой нематоды, можно внести мочевину. Мочевину – это 100 грамм на квадратный метр или 10 килограмм на сотку. Это, конечно, много, вроде как дороговато, но мочевина очень хорошо помогает против золотистой нематоды. Елена Сергеевна, а вот те, кто получат, узнают, что у них нематода, с землей что делать? Вот вы говорите, что куряком, да? Да, я об этом сейчас и говорю, что те, у кого на участке имеется золотистая нематода, лучшее, что надо сделать, это завести куряк 300 килограмм на сотку. Можно обработать мочевину. Интересно то, что, допустим, азотные удобрения никогда не вносятся осенью, допустим, потому что, да, та же селитра, она вымывается. Прошел снег, и бесполезно все уйдет в более глубокие слои почвы. А вот мочевина, она закрепляется почвой. То есть осенью в этом случае можно, да? Да, можно рассыпать мочевину и разрыхлить. Смешать с землей, да? Или перекопать. А вот весной при посадке можно даже приготовить раствор и пролить раствором мочевины 10 грамм на 100 или 100 грамм на 10 литров воды. 100 грамм. Да, 100 грамм на 10 литров воды тоже можно пролить раствором мочевины. Перед посадкой или уже? Перед посадкой, перед посадкой, да? Вот интересно то, что, когда проводили эксперименты, брали раствор куряка, то есть его, допустим, замачивали, растворяли один к десяти, и в этом растворе поливали почву и садили клубни картофеля, именно зараженные золотистой нематодой. Через несколько времени там проверяли, цисты были все погибшие. Уже картошка была совершенно чистая. То есть очень хорошо помогает именно вот куриный помет. Это проверено нашими учеными. Точности так же, как и мочевина. Елена Сергеевна, ну вот на этом месте, может быть, какое-то время не садить картофель есть, есть такая возможность? Ну, во-первых, конечно, такая возможность не у всех есть, потому что у нас участки, которые мы садим постоянно, картошку по картошку, поэтому здесь еще какой выход из этого положения трудного. Это специальные сорта картофеля, которые устойчивы к золотистой нематодии. Вот скарлетт сажают все фермерские крупные хозяйства. Почему сажают скарлетт? Потому что этот сорт картофеля устойчив не только к золотистой нематодии, но устойчив и к остальным вредителям и болезням. Гранат, Пушкинец, вот это вот специальная санта. То есть надо знать еще и это, какие сорта сажать, чтобы не занести нематоду. Да, какие сорта устойчивы к золотистой нематоде. Вот на это тоже надо обратить большое внимание. И еще один способ избавиться от золотистой нематоды – это рожь. Рожь очень хорошо. То есть это как седират, да? Это как седират. 10-15 сентября, после того, как мы убираем картофель, можно посеять рожь. То есть перекопать землю и посеять? Конечно, конечно. Но обязательно убрать все эти остатки, ботву картофельную все убрать и посеять рожь. Через несколько дней рожь всходит. Всходит очень быстро. И примерно за месяц она вырастает, конечно, тоже на 10-15 сантиметров. Ее оставляют под зиму и перепахивают только весной. Рожь выделяет корни, какие-то вещества, которые не любит наша золотистая нематода. Поэтому при помощи вот этого седирата, при помощи ржи, тоже можно избавиться от золотистой нематоды. Тем более, что рожь еще и улучшает плодородие почвы. Вот еще что относится к карантинным вредителям? Ну, особенно к карантинным вредителям, вот даже уровень тоже золотистой нематоды, это кила у капусты. Вот у нас, конечно, здесь не очень большое поражение килы вот на юге страны, там в средней полосе. Там целый бич. Вот могут посадки, полностью капусты погибают. Вот когда мы смотрим, иногда начинает расти, у нас только высадили рассаду, посадили, и смотришь, растение угнетенное, его вынимаешь, а там на корнях имеется вздутие. Вот это вот и есть кила. Это очень опасное заболевание, потому что, во-первых, что картофель, что капуста, это основные овощи, которые мы выращиваем, которые мы питаемся в течение всего года. Но вот в последний раз, когда я была на совещании по всевозможной селекции семян, вопрос как раз стоял насчет килы. Этим очень много занимается Тимирязевская сельскохозяйственная академия во главе Монахаса, такой крупный ученый у нас, который выращивает специальные сорта, которые не подвержены киле. Потому что есть ведь очень хорошие сорта капусты, которые нам нравятся все, но если попала кила в почву, они тут же погибают. Чем опасна кила? Если мы, допустим, говорим, что золотистая нематода 5-7 лет может находиться в почве, то кила может быть и 15 лет, и вообще неизвестно сколько. И средств борьбы против килы вообще нет. То есть профилактики против золотистой нематоды? Профилактика единственная против килы – это ПАЖ почвы, кислотность почвы должна быть не ниже семерки. Ну а что такое кислотность почвы? Мы говорим ПАЖ. ПАЖ 7. То есть 7 – это нейтрально. Все, что ниже 7 – это кислое. То, что выше 7 – это щелочное. Но, допустим, самое лучшее для овощей – это 6,5-7. Это считается самое хорошее. Но картофель прекрасно растет при кислотности почвы, там, 5,5-6. Это нормально. А на нематоду как-то влияет кислотность? Вот кислотность на нематоду особенно не влияет. А вот для килы это очень сильно влияет. Если кислотность почвы ниже 5, обязательно будет заболевание вот этим вот грозным. Как говорится, грозная очень болезнь. Она чем выражается? Что это вообще-то грибное заболевание. На корнях получаются такие вздутия. Но после этого, получается, на этих вот вздутиях грибных у нас прогрессирует и бактериальная болезнь. Ну а против бактерий вообще у нас, конечно, средств никаких нет. Поэтому вот здесь зачем мы должны следить? Мы должны следить за кислотностью почвы. Ни в коем случае на торфянниках, где кислотность бывает ниже пятерки, капусту садить нельзя. Потому что если мы занесем килу в почву, считайте, что на этой почве уже садить капусту, выращивать капусту нельзя. Но самое главное – это тоже, что должны быть устойчивые сорта. Вот устойчивые сорта, даже если заражена почва килы, они все-таки будут у нас расти. Ну и севооборот соблюдать, наверное, тоже? Ну и севооборот, конечно, надо соблюдать. Но если, допустим, кила в почве содержится, находится в течение 15 лет, а мы на это место будем… Через 5 лет снова посадили, да, даже, что это не спасет. Да, да, это у нас не спасет. Ну, Людмила Васильевна, мы еще о чем забыли сказать? Вот человек, когда… как может определить… Да, да, вот как они вообще выглядят и… Как выглядят. И с чего начинается вот это все? Вот, допустим, иногда у нас растение капусты заражено капустной мухой. То есть вот уже вроде и завязываться начинает. Раз, капуста пожелтела, мы ее вытащили, посмотрели, а там черви. Это личинки капустной мухи. А вот когда никаких внешних на корнях нет, там ни капустной мухи, ничего, а смотрим, что корни практически голые, имеются в сдуке. Это уже кила. И опасность-то еще какая? Ну, допустим, если кила, там, она может и сорняками переноситься, там, какими-то растениями, семенами неустойчивые, то вот золотистая нематода, когда мы смотрим золотистую нематоду, что у нас появляется на участке, не обязательно с картофелем. Даже с какими-нибудь саженцами мы можем занести к себе золотистую нематоду. То есть через землю, да? Да, через землю. Выращивают на зараженной земле цветы, кустарники какие-то, саженцы. Ведь мы не всегда саженцы покупаем у каких-то хозяйствах, у селекционеров. А мы же часто покупаем еще и участников, а если земля зараженная, то вот именно с этой зараженной землей мы можем и занести в свою почву. Да, в почву золотистую нематоду. Ну, а вот, предположим, побывали в гостях у соседа, походили там на картофель на этой, да? Все, все. С ногами можем, вот с обувью, с этой тоже ведь можем, наверное, занести. Можно, так еще как бывает. Вот, допустим, у соседа золотистая нематода, а к нам приехал трактор пропахать землю. Остались комочки земли. С того участка. Да, с того участка. И занесли нам, да? Конечно, занесли. То есть вот как это опасно. Да, занесли нам золотистую нематоду. Но я еще раз хочу повторить, как можно определить, вот что заражено растение или нет. Когда только начинает расти, когда только начинает расти, растение хилое. То есть обратить внимание уже на это? Да, обратить внимание, что один, два побега желтенькие, которые уже отмирают. Если заражено растение золотистой нематодой, то оно может дать один-два крупных клубня и все. Или вообще не дать никаких клубней. И очень много мочковатых корней. Вот мы вытаскиваем, клубней нет, а очень много корней, на которых находятся вот эти вот цисты, личиночки. А все же, может быть, под лупой или как-то можно разглядеть, чтобы нам знать в лицо, что это такое, как, и какого цвета они. Но вначале они, допустим, с весны они белого цвета, потом они темнеют. А уже осенью, когда мы выкапываем картошку, корни бывают у нас черные. Вот здесь еще задают вопрос, почему, допустим, мы весной не можем проверить почву на золотистую нематоду. Потому что это сложно. Она в основном развивается к осени, ее там большое количество. И поэтому только осенью можно определить, заражена земля или нет. Вот когда, допустим, вот у меня список на золотистую нематоду, и иногда вот здесь вот написано, всего три цисты, две цисты. То есть уровень зараженности в той почве, допустим, они берут образец, допустим, 100 грамм. В этих 100 граммах всего несколько штук. А вот есть такие, в которых 175 штук. То есть это очень большое заражение. Поэтому там, где немножко, может быть, еще такой опасности нет. Большой нет. Да, большой опасности. Но обратить внимание на это стоит. Обязательно. Вот купить картофель, который не поражается. Да, вот почему говорят, что картофель надо менять каждые пять лет. И пять лет надо менять, потому что он накапливает всевозможные там и вредители, и болезни. Поэтому обязательно смена семенного материала должна быть. Елена Сергеевна, ну вот вы говорите, может быть, несколько кустиков вот таких вот зараженных, может быть, действительно, когда не особенно это заражено, то, заметив, что этот кустик у нас зараженный, мы что должны с ним сделать? Обязательно должны выкопать. Удалить. Обязательно должны удалить. Удалить с каким-то количеством земли. С земли, да? Обязательно, да. И выбросить. И, конечно, кто сомневается, осенью обязательно будет акция по определению золотистой нематоды на дачных участках. А кто этим занимается? Это наша карантинная инспекция, Иркутская, областная. Этим занимается вообще-то это бич не только Иркутской области, это бич всей России, может быть, даже и больше, потому что золотистая нематода распространяется очень быстро. Картофель нам везут отовсюду. Поэтому обязательно надо сдать на анализ. Тем более, что анализ бесплатный. Если просто сдать, это анализ дорогой. Но всегда идет акция по тому, чтобы… Я думаю, что надо этим воспользоваться. Я тоже думаю, что воспользоваться надо, очень интересно, поэтому до осени мы подождем. А сейчас у нас имеется профилактика, которую я сказала этой куриным пометом. Ну вот сейчас уже, наверное, поздно. Ничего не поздно. Еще можно было бы… Еще можно сделать, еще можно и куриный помет завести. Но ведь у нас не только золотистая нематода, не только кила. Почва должна быть у нас хорошей, почва должна быть плодородной. А чтобы сделать почву плодородной, надо учиться, надо знать, как это сделать. И вот следующее занятие, Людмила Васильевна, в клубе «Академия на грядках» 8 сентября в 10 часов… Ноября. 8 ноября, да. Извиняюсь, 8 ноября в 10 часов во Дворце культуры нефтехимиков. Как сделать почву плодородной? Это основная у меня тема. Поэтому я приглашаю всех желающих на занятия во Дворец культуры нефтехимиков. Субботу 8 ноября к 10 часов. До свидания, уважаемые телезрители. Спасибо большое, Елена Сергеевна, за вашу информацию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова